всем привет вкладке сообщества на моем канале я опубликовал опрос и приняла принципе немного чек участия вот ну собственно говоря всего 22 голоса здесь были темы как варить никелью ленту которая плохо варится это очень часто задаваемый вопрос поскольку сейчас появилась лента которая не всегда хорошо варится возникают вопросы по ее сварки то есть поэтому принципе на сегодня есть способы решения я хочу записать видео на эту тему значит хотел провести стрим обсуждения созданного создание нового держателя электродов то чтобы хотелось реализовать в нем ну в общем-то от постоянных покупателей точнее постоянных пользователей и те которые много варят я уже эти хотелки услышал в принципе не зафиксирована и реализована уже версии 5.1 вот на сегодня в общем-то как бы возникает вопрос тестирование доработки в общем-то выпуск уже в серию далее хотел обсудить функцию новой платы управления от разработчика то есть суть в том что есть сейчас один человек который хочет разработать плату управления свою вот уже есть тестовый образец и собственно говоря речь идет о том что мы хотим какие-то функции может быть реализовать которых нету тех вкладах которые продают китайцы далее предлагалось видео сравнительного теста четыре витка трансформатор или пять витков здесь тема на самом деле намного шире вот она выиграла эта тема поэтому собственно говоря сейчас это видео общем-то будет посвящено этой теме ну и видео тест двух трансформатора последовательно параллельно значит принципе на эту тему тоже очень много возникло вопросов в обсуждении вот но почему-то здесь она в общем-то как бы находится скажем на предпоследнем месте по по количеству голосов то есть видимо это интересует далеко не всех еще раз подскажу значит найти там можно голосование укладки сообщества на моем канале ну и собственно говоря переходим в общем-то непосредственно к обсуждению темы четыре витка или пять витков на трансформаторе и так что касается темы количество витков на трансформаторе какая какое количество витков лучше сколько витков необходимо мотать для того чтобы трансформатор то есть точная сварка варила хорошо но этот вопрос постоянно возникает постоянно пишет каждый свое мнение в комментариях я все эти мнения анализирую естественно то есть моя практика показала что я в общем-то прошел начиная мотать с двух витков как показано в моих видео это два витка очень классно мотается например для сварки когда у вас происходит сварка с двух сторон вы зажимаете электродом тогда безусловно два витка это хороший выход хорошее решение вот вы мотаете большим сечением 50 квадратов два витка получаете хороший ток вот и собственно говоря в этом в этом случае вам оптимальный вариант когда у нас ситуация возникает что я мотал значит чуть позже потом мотал три витка и сделал немножко длиннее то есть на более длинных проводах которые создают дополнительное сопротивление до 2 витка ста показала что в общем так как бы мало два витка то есть из-за того что возникает дополнительное сопротивление в проводах то есть необходимо поднять собственно говоря напряжение для того чтобы качественно была сварка много теорий рассказывал артем квантов у него есть видео целое называется но там пол теория часть 2 я кину ссылочку в описании значит можете посмотреть его он вдавал математические выкладки всех этих моих моих фактически практических реализаций вот то есть в итоге я пришел потому что 4 витка давали как раз то есть на длинных проводах 4 витка давали как раз необходимое качество сварки и и вот был возник вопрос мотать ли 5 то есть я на практике когда устанавливал то есть нужно ли 5 проводов мотает 5 витков точнее мотать но и либо допустим 4 то есть по постоянно по стопу попадались разные трансформаторы то есть это были не было такой возможности да допустим что взять два одинаковых трансформатора мотать на один и тот же трансформатор тоже пытался но в общем то как бы результаты мы показывали что все попадает в 10 процентов примерно да то есть это математическая погрешность на трансформаторе на соединениях на на чем угодно то есть на на заточке электродов на той же может быть это это погрешность поэтому принципе я остановился на четырех витках как оптимальный вариант для намотки ну собственно говоря был вопрос и была теория да то есть о том что 5 витков вроде как лучше вот некоторые ребята мотают там и 6 и 7 пытаются намотать на больших трансформаторах и говорят что в общем то как бы 7 витков тоже хорошо варит и этот самый ну вот у артема есть математика да вот где показано что при увеличении количества витков возникает рост реактивного сопротивления и собственно говоря это реактивное сопротивление нивелирует тот ток до который ds наводится в обмотке таким образом оптимально даже у него по расчетам оптимальный вариант 5 витков на 5 витков от 4 у него значит видео видно что отличается там буквально 10 ну там 10 процентов разница вот которая еще раз повторюсь нивелируется как размером трансформаторов так и соединениями зачисткой провода аки окислами всякими то есть заточкой жала поэтому получилось так что я сейчас нашел два одинаковых трансформатора и вот эти два одинаковых трансформатора намотал разным количеством витков в принципе в трансформаторы мотается пять витков можно намотать в общем-то как бы ну немножко по-другому надо мотать начинать не с той стороны чтобы выводы вы вышли на другую сторону вот ну в общем-то как бы не составляет это никаких проблем я в общем-то намотал получается два трансформатора они одинаковые сопротивления одинаковые размеры одинаковы обоих алюминиевая кстати обмотка я имею ввиду первичную обмотку она алюминиевая обоих трансформаторах единственно что добавил немножко провод для того чтобы в конечном итоге длина была проводов одинаковая я добавил буквально там 20 сантиметров провода получается то есть вот такой где-то отрезочек если так взять то есть именно для того чтобы добавить еще одну еще один итог еще одну намотку то есть ну и собственно говоря вот тесты значит результаты результаты в общем-то как бы сварки вот эта сварка с четырьмя витками то есть здесь стандартные показатели ничего удивительного то есть на ленточке 0 2 миллиметра причем это никель который очень плохо варится значит здесь у нас получается длительность 1 импульса 33 на ленточке 0 15 миллиметра тоже которая плохо варится длительность полу периода точнее длительность 2 полупериода и 2 полу периода 0 ленточка 0 1 понятно шварится но сюда одинаково то есть цель была понятна на отрыв значит и вот собственно говоря с пятью витками то есть получается здесь на ленточке 0 2 миллиметра 1 1 3 а вторую мы можем уже поставить 2 на ленточке 0 15 тоже 2 и 1 то есть если у нас допустим на четырех витках нужно было ставить 3 вот здесь у нас получается уже можно поставить 2 длительность значит и собственно говоря на ленточке 0 2 тоже можно поставить длительность что-то дают это дает извиняюсь это дает чуть меньше побежалости то есть все допустим мы видим здесь на этой ленте есть определенные побежалости вот то здесь их ну скажем так на видео может быть не видно будет но здесь чуть чуть меньше то есть за счет того что меньше время время прогрева то есть идет меньше побежалости ну собственно говоря вот как бы и все то есть получается два идентичных трансформатора вот отличается есть отличие то есть пять витков все таки немножко лучше несмотря на то что даже получается необходимо больше мотать провод для намотки данного трансформатора я использовал провод общей длины 2 метра 20 сантиметров то есть дополнительно еще 20 сантиметров для того чтобы намотать еще один виток и провода вот здесь на выходе были ну такие комфортные чтобы с ними было комфортно работать то здесь получается примерно 0 5 метров вот то есть меньше неудобно немножко работать ну вот как бы на этом все всем спасибо пока пока что вам